Потому что есть отверстие под винты. Блин, а где защитную кожу? Сейчас вместе с вами будем звонить и узнаем. Доброго дня, Револьт Украина. Ну, друзья, вы сами все слышали, как ответили на Револьт. Попробуем, как справляется данная пила с этим брусом. В общем, друзья, из говна и палок я сделал такое крепление. И, как всегда, я в итоге скажу, что мне понравилось, а что мне не понравилось. И топорная работа может быть ювелирной, если плотник мастер своего дела. Друзья, всем огромный привет. Вы на канале обзора Электроинструментао и с вами Николай Дотошный. И сегодня у меня на обзоре дисковая пила от торговой марки Револьт. Модель CS2800. Ну и, конечно же, я ее буду тестировать и разбирать, смотреть, что внутри. Пробежимся быстро по характеристикам. Мощность данной пилы 2800 ватт. Диаметр пильного диска аж целых 255 миллиметров. Пропил данной пилки под углом 90 градусов 90 миллиметров. Пропил под углом 45 градусов 45 миллиметров. И количество оборотов 4600 оборотов в минуту. Ну и, конечно же, друзья, эти все моменты мы вместе с вами будем проверять. Ну что ж, а теперь, как всегда, по традиции расскажу тем людям, кто покупает в интернете, но нет возможности поддержать и поработать данным аппаратом. Друзья, сразу хочу сказать, что на вид эта пила просто монстр, просто монстр-монстрище. Таких пил с таким размером диска я еще не тестировал, еще у меня не было на обзорах. Начнем с рукояти. Рукоять в области хвата имеет прорезиненный корпус. Пила может работать без фиксации и также может работать с фиксацией. Корпус данной пилки, где двигатель, идет полностью-полностью из металла. Это все, друзья, металлический защитный кожух также сделан из металла. Есть быстрый доступ к щеткам. Комплектуется пилой 255, внутренний диаметр 30 миллиметров и на 40 зубьев. Друзья, как вы заметили, подошва в данной пиле идет полностью литая. Также эта подошва везде имеет ребра жесткости. Плюс очень понравилось, что с четырех сторон в этой подошве есть отверстие под винты. А это означает, что данную пилу можно будет легко фиксировать к столу. Блокировка шпинделя здесь реализована также полностью из металла. Также в этой пиле есть шкала для работы под 45 градусов. Все это, друзья, на металлических винтах. Вообще вся конструкция фиксируется на винтах. Вообще нет ни одной заклепки. А что это означает? И вот, пожалуйста, также в задней части стола, где регулируется пилка по вылету, тоже есть два винта. И сама по себе пила к столу тоже фиксируется на винт. Друзья, это означает, что в будущем, если вам что-то будет не нравиться, вы можете вообще снять этот стол, при шпиндюре что-то другое. Также можно будет это все дело калибровать. Есть винты, вообще никаких заклепок нет. Друзья, хочу показать, как регулируется данная пила по вылету. Есть мощный металлический рычаг. Покажу вам вблизи. Этот рычаг подпружинен и он действует как ключ. Если вы хотите посильнее зажать, вы просто раз, пружиночку отодвинули, переловили винт и, пожалуйста, зафиксировали сильнее. Продумано? Продумано. Как видите, сама шкала по вылету имеет четкую-четкую гравировку. Друзья, и сама пластина, по которой регулируется пила по вылету, толстая. И она имеет 3,5 мм. Также чуть не забыл показать, вот эта шкала, которая регулирует пилу под углом, тоже прикручена на 3 винта. И это все дело можно будет калибровать. И если вам что-то нужно переделать, все это легко открутится, все это дело кулибится. В комплект поставки данной пилы входит параллельный упор, ключ для снятия оснастки, запасные щетки и дополнительная рукоять. Да, друзья, есть здесь дополнительная рукоять и она фиксируется прямо сюда в корпус. Длина сетевого кабеля 2 метра. Сам по себе кабель гибкий, хороший и качественный. Сечение 3 на 1 мм квадратный. И, друзья, удивил этот момент, что кабель действительно идет качественный от торговой марки Shanghai Cabel. Здесь ничего не нахваливаю. Да, длина его маловато, 2 метра, но сам по себе он как будто силиконовый такой. Знаете, что я делаю, делаю обзор и смотрю, блин, а где защитный кожух? Что это такое? В общем, друзья, зашел я на официальный сайт и сейчас вместе с вами будем звонить и узнаем, а почему здесь нет вообще-то защитного кожуха? Так, звоним. Доброго дня, Revolt Украина. Добрий день, дивіться, я у вас купив циркулярну пилу Revolt модель CS2800. У мене таке питання, я позвонив на офіційний сайт, а? Так, так, так. Таке питання у мене до вас, а ви не знаєте, може ви знаєте? А чого в ній немає захисного кожуха в тій пилі? Щось я не можу збогнути. Що то таке? Дивіться, дивіться, це передбачена конструкція ще з виробництва. Ми отримували зверотний зв'язок від клієнтів. І було прийнято рішення зробити дану модель без кожуха, щоб полегшити конструкцію. Це, так, через те, що його немає, це могло зменшити вагу конструкції, десь кілограм, півтора десь. Тобто це за бажанням наших клієнтів було зроблено. Ага, ну дякую за таку розвернуту відвіду. Чесно кажучи, такого не чув, я просто за техніку безпеки, якби, переживаю. Ну, дякую, дякую, я тепер зрозумію. Гарного дня вам, щасливо. Якщо виникнуть питання, ще звертайтеся, гарного дня. Добре, дякую, щасливо. Щасливо, до побачення. Блин, як-то неожиданно, думал, какой-то мужик возьмет трубку, щас буду його грузити. Вопросами взяла девочка, і у мене прямо, прямо так. Ну, друзя, ви самі все слышали, як відповіли на револьт. Пишіть в коментаріях, нужен ли тут защітний кожух, чи действительно не нужен. Якщо сюди добавити ще защітний кожух, так вона буде весити на півтора кілограма більше. Так, давайте вместе с вами проверимо, є ли здесь угол 90 градусів. В принципі, друзя, самі все видите, без проблем. І реально все в идеале. Просто все в идеале. Очень часто многие мастера мне пишут в комментариях, а ты проверь люфты. Друзя, проверяю люфты. Вообще нету. То есть люфтов вообще нету. Так, друзья, поднял пилу максимум по вылету. І хочу проверить вместе с вами, є ли здесь люфты. Ну, як видите, шатається все вместе со столом. Таких критичних люфтов нету. В принципі, все годно. Ну чтож, подключила я к сети. І давайте вместе с вами послушаем, як цей монстр работает. Да, неудобно, що нету защітного кожуха. Так би я, не дожидаясь, поки пила остановиться, я би її просто поставив і все. І, кстати, плавного пуска в ней нету. Так, друзі, у меня є брус 90 мм. І щас попробую, як справляється данная пила з цим брусом. Так, як видите, буквально чуть-чуть, 1 мм не взяло. Так, і по линейці нам показує, що 89, ну, почти 90, 88,5. Ну, чистих 88. Тепер під углом 45 градусів, проверюю, які максималки я наберет. Револьте, блин, ви че-то ошиблись, исправьте. Под углом 45 градусів она наберет 60 мм. Щас я проверю на тиске. Так, вот у меня є брус 50-ка. Щас на ней проверю. Брус 50-ка, работа под 45 градусів. Так, смотрите, 50-ку спокойно берет. Этот кусочек не відпилился, потому что, видите, здесь доска треснута. І, получается, вот этот кусок не відпилился, из-за того, що вот эта щас вибрировала. Так, давайте сейчас замерим угол 45 градусов. Ну, как видите, на самом деле угол 45 градусов есть. Хочу напомнить, что пила предназначена, вообще-то, для плотницких задач. Но, тем не менее, без претензий угол 45 градусов есть. В общем, друзья, из говна и палок я сделал такое крепление для циркулярки. Сильно хейтить меня не надо, потому что у каждого, если есть такие палки в гараже, и каждый своими такими руками может что-то подобное смастерить. Главная конструкция надежно зафиксированная. Так, для начала давайте проверим обороты. Прибор показал 3725 оборотов, ну, как для дерева этого достаточно. Так, давайте теперь проверим, как она работает в перевернутом виде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, ну, что тут сказать? Вы сами все увидели. Я тупо наваливался, давил коленом, хотел остановить. Да, можно задавить, но я не смог задавить, аж немного запыхтелся. И один раз выбили автоматы. Ну, как сами видите, это реальный монстр. Реально, что мне здесь не хватает, это защитного кожуха и расклинищего ножа. Так, еще раз покажу, что доска 90 миллиметров, там 89. Ну, видите, пила берет без проблем. Ну, что ж, а теперь поехали разбирать. Так, снял фланцы. Один фланец имеет 4 миллиметра. Но вот этот, что прижимной, он потолще, он имеет 5 миллиметров. И что самое главное, я хотел сказать, что посадочный диаметр здесь на фланце 25,4. А если ставить проставочку, то получается 30 миллиметров. Кстати, проставка вот эта идет в комплекте. Так, добрался я до кнопки. Сразу хочу сказать, что кнопка идет с сертификатом CQC. Это кнопка 12 ампер. Но, как вы видите, нет здесь конденсатора, который газит помехи на сеть. И также удивил тот момент, что корпусу еще подсоедено заземление. Видите, провод заземления еще подсоединили к металлическому корпусу. Добрался я к щеткам. Размер щеток составляет 17 на 7 миллиметров. Разобрал я защитный кожух на двое. Почему я его разобрал? Потому что, чтобы добраться к фланцу, обязательно нужно разбирать защитный кожух. И тоже, как видите, внутри этот корпус имеет ребро жесткости. Ну, тут уже рукой просто так не снимешь. Нужно везде немножечко отверточкой поработать. Как видите, в редукторе смазки дали достаточно. Ведомая шестеренка фиксируется на шпонку. Но сразу хочу вам сказать, вообще ноль люфтов. Я попробую еще и снять. Но сразу вам хочу сказать, настолько идеально подогнали на самом валу шпон-паз под шпонку и под шестеренку, что люфтов здесь вообще нету, как будто она напрессованная. И сразу вам хочу показать, что вал упирается в шариковый подшипник. И подшипник достаточно большой. Этот подшипник стоит под номером 6001. Подшипник от торговой марки C&U. А на фланце стоит еще больше подшипник под номером 6002. Также от торговой марки C&U. И тоже пылезащищенный типу RS. Покажу, насколько здесь массивная шестеренка. Ну, друзья, я вам гарантирую, что этот редуктор будет служить долго. В общем, так, как я и говорил. Шестеренку снять не так уж легко и ее даже не собьешь. Потому что она реально напрессованная, плюс дополнительно еще большая шпонка. Чтобы снять эту шестеренку, нужен пресс. А теперь смотрим, что от нас скрывает. Револьт. Друзья, у меня просто слов нет. Одни буквы. И то хорошее. Ну, сами видите, как здесь все намотано. Покажу вблизи, как хорошо все пролачено. Плюс покажу, как зафиксировано возле коллекторной части. Это под витками стоит поролон. Плюс это все дело усилено нитью. И этот поролон также пролачен. И оно создает жесткий-жесткий такой бандаж. И ничего никуда не девается. Ну, к этому моменту подошли ответственно. Также покажу верхние части. И, как видите, кстати, провод идет толстого сечения. В задней части яктора стоит пылезащищенный подшипник типа RS. Под номером 6000. И также от торговой марки C&U. Также стоит специальная шайба, которая защищает подшипник и от перегрева, и непосредственно от пыли. И еще эта шайба играет одну очень важную роль. Если подшипник разлетается, шарики не попадают в двигатель и не вредят его. Перед катушками статора стоит пластиковый диффузор. Кстати, друзья, в корпусе, как видите, осталась демпферная антивибрационная резинка, которая одевается на подшипник. Ну, друзья, сами видите, какие катушки статора. Здесь и говорить-то нечего. Плюс очень удивил тот момент, что проводки, которые запитывают эту катушку отдельно в термоизоляции. Витки зафиксированы нитью. И, видите, между витками есть много-много лака. И сами по себе витки вообще не люфтят. Ну и, конечно же, все как по феншую. Есть просто огромное пространство для охлаждения этого двигателя. И, как видите, тоже отлично, что катушки статора фиксируются к корпусу. Диаметр якоря имеет 57 мм, а диаметр коллектора имеет 37 мм. Ну что ж, будем подводить итог. И, как всегда, я в итоге скажу, что мне понравилось, а что мне не понравилось. Давайте, как всегда, начну с того, что мне не понравилось. Во-первых, не очень-то мне понравилось, что короткий сетевой кабель хотелось бы увидеть как минимум 3 метра. Но то, что он гибкий и качественный, за это лайк. Также мне не понравилось, что в этой циркулярке нет реально защитного кожуха. Я любитель техники безопасности, и мне это очень важно. А что думаешь об этом ты? Пиши в комментариях, и мы пообщаемся. Ну и как бы все. Больше-то минусов я не нашел, потому что дальше пошли одни плюсы. Очень понравилось, как циркулярка справляется с большим брусом. Также очень важным является тот момент, что она везде фиксируется на винты, и все это дело можно калибровать. Редуктор в этой циркулярке, как вы увидели, сделан на 5 с плюсом. Это реально неубиваемое редукторище. И по двигателю тоже претензий нет. Единственное, что бы я здесь поставил, это еще плавный пуск. Но если ставить здесь плавный пуск, он здесь должен быть качественным. Вот мне реально не стыдно ее рекомендовать для разных сложных задач. Вот реально со сложными задачами эта циркулярка справится на 5 с плюсом. А если тебе понравился обзор, обязательно ставь лайк, подпишись на канал, а то пропустишь много чего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!